Производители обещают меньше вреда из-за отсутствия продуктов горения и правильный, конечно, в кавычках, никотин. Но так ли это на самом деле? Или все эти слова лишь маркетинговые уловки? С этими вопросами мы отправились в Республиканский центр медпрофилактики. Это совершенно не так, да, это миф. И эти приборы, они совершенно ничем от табака не отличаются. И переход на электронные приборы доставки никотина в организм, они не означают отказ от курения, поскольку никотин продолжает отравлять организм. У нас только в Республике Бурятия на табачные изделия было тратиться в среднем в год по 7,5 миллиардов рублей. 7,5 миллиардов в год на сигареты и алкоголь. Но существуют и ограничения, которые должны снижать уровень зависимого поведения. Так, например, с 2013 года сцены курения нельзя показывать в телевизионном эфире. Именно поэтому вы часто можете видеть странные распывчатые силуэты, например, на АТВ. Теперь вы знаете, это курящий человек. Почему вообще люди курят? У меня умер папа, вот я после этого и закурила. Вы хотели как-то справиться со стрессом? Ну да. И сколько уже курить? Ну, 20 уже получается. Думали бросить? Да бросала, опять начинала. Если понервничаю, все, начинаю курить. Я не знаю, ну как и все в детстве начал. Сейчас продолжаю. То есть с какой-то компанией вместе за гаражами курить? Да. Что вообще нужно делать для того, чтобы мой ребенок, например, не курил? Это не демонстрировать своим детям зависимое поведение. Это работа над своими вредными привычками. Но если они задаются вопросом о том, каким воспитательным авторитетом они хотят обладать перед своими детьми, они должны помнить, что если они демонстрируют детям зависимое поведение, в том числе курение, употребление алкоголя, их воспитательный потенциал, он близок к нулю. Сегодняшняя альтернатива сигаретам – вейпы. Мы отправились в одну из точек по продаже таких. И, конечно, увидели там несовершеннолетних покупателей. По 10 лет? Удачи. Ладно. Телекомпания ТВ. Вы тут несовершеннолетним продаете? Почему? Только что подходил к детям, узнавал. Они говорят, даже 10-летним продаете. У меня есть. У меня паспорт не спросили. Да, ну, тем выручка, взрослый. Ну, многие спрашивают, набро. Да, ну, просто я думаю, что студенты часто ходят. Показать паспорт у меня, конечно, не просили. Как и у тех, явно несовершеннолетних, в очереди передо мной. Надеемся, такая недобросовестная торговая точка – единственная в городе. Просим надзорные органы провести проверку. Кирилл Мешков, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.